Сегодня мы с вами поговорим об имплантации, что такое имплантация в России, как она началась, что с ней происходит сейчас и, может быть, попробуем взглянуть немного в будущее. Что касается противопоказаний, безусловно, сейчас, если раньше противопоказаний было все практически, и в 90-е годы, начало 90-х годов, в принципе, если бы мы вообще реально соблюдали совсем все правила, то установить никому после 50 лет нельзя было бы из пациентов. Сейчас показания очень расширены, я считаю, что это очень аргументировано. Почему? Конечно, если острые фазы есть, допустим, инфаркт миокарда, безусловно, это, кстати, надо выжидать до полугода, но, тем не менее, это не является противопоказанием. И в моем опыте даже новообразования, которое уже, как бы сказать, пациент перенес и, к счастью, выздоровел, то у нас много клинических случаев, которые там по 15-20 лет люди ходят с имплантацией, и проблем никаких нет. Ну, безусловно, мы консультируемся со специалистом, который или оперировал, или ввел пациента, если он нам дает заключение, что можно делать, то, в общем-то, мы проблем не видим. И я считаю, что это очень правильно, потому что имплантация открыла новую эру человеку. Где-то к 1993 году у меня уже был небольшой коллектив свой, и я спрашивал, доктор, вы имплантацией собираетесь заниматься все? Ну, естественно, да, конечно, мы собираемся заниматься имплантацией, я говорю, а почему вы пациенту не присылаете и сами не делаете? Они говорят, они не хотят. Я говорю, ну, вы хотите это? Да. И я им тогда ввел правило, что если отказываться пациенту, ничего не надо настаивать, ну, действительно, пациент должен выбирать. Конечно. Ну, вот эта фраза ключевая, когда в истории болезни писалась, и пациент расписывался, мы уже тогда давали пациенту расписываться, это магическое действовало, и у нас сразу пошла имплантация, и пациенты, кто друг за другом приходил, в общем-то, вопросов не возникало. Единственное, чаще всего спрашивали, сколько будут стоять. И вот это был самый аргументированный вопрос. Почему? Для нас тогда было, сколько имплантат выстоит, главное. Вот сейчас, если мы касаемся темы того же дизайна имплантата, то сейчас уже то, что он будет долгие годы стоять, видите, некоторые пожизненно дают у него гарантию, хотя, вы понимаете, это немножко завуалировано, да, имплантат металлическим и так ничего не будет, кость вокруг него будет все вести. Но, тем не менее, в общем-то, сейчас вопрос стоит больше уже не столько функционально, сколько эстетически. То есть, функционально тоже важно, потому что это фундамент всего, так сказать, лечебного процесса. Но, тем не менее, дизайн должен позволять хорошо выходить в критических ситуациях в эстетической значимой зоне. Ну, а вот сегодня, насколько вы говорите, если с тем же вопросом к вам обращаются, сколько будет стоять имплант? Как правильно ответить на это? Ну, давайте так, я лучше скажу так, мы даем 10 лет гарантию на имплантат, но реальные имплантаты должны стоять 20 лет легко у пациента. Только единственное, что какие и как, почему какие, не с точки зрения самого фирмы-производителя, хотя тоже, вы же понимаете, продукция различная есть, и сейчас, слава богу, очень много имплантатов на российском рынке очень высокого качества, реально высокого качества. А речь идёт о конструктиве. Ну, вот, допустим, сейчас многие говорят, всё на четырёх, всё на шести. Ну, безусловно, конечно, если человек уже преклонного возраста, ну, не надо его травмировать дополнительными операциями, надо упрощать. Но в то же время, если мы делаем 4 имплантата и фиксируем на обатнутых на цемент, ну, такой, как съёмный протез, пусть даже, но любого, из любого, даже из оксид циркони, тоже, вы понимаете, вы ни цемент не очистите, ни пациент гиены хорошие не делать, ну, создаёте проблемы для пациента инфекционные напрямую. Вот этого нельзя делать. Но в целом, если имплантат конструктив сделан правильно, с точки зрения опоры, ну, как фундамент дома, то 20 лет он должен спокойно ставить имплантат. Пациент, конечно, два раза в год должен обязательно ходить к гиенисту. Я даже больше того хочу для людей, кто нас смотрит или прочитает где-то, что как я пришёл к гиеническим кабинетам, я считаю, это очень важный момент, потому что мы часто очень много говорим, знаете, о таких проектах громадных, всё, но забываем о земле. А земля у нас в стоматологии – это гиена, гиена полсерва. Я когда впервые съездил в Чикаго, ну, не помню, там, 94-95 год, вот, то мне начали там, ну, в основном наши мигранты с докторами контактировали, тогда мы не позволяли себе, не могли позволить себе переводчика, вот, или самим хорошо поговорить с кем-то, вот, то они мне рассказывали, что нужна гиена, нужно, что пациент не курил. Я говорю, нет, ну, понимаете, вы же ведёте пациента явно к нарушению, и он не выдержит такого. Я как к этому спокойно отнёсся, но когда я съездил через полтора-два года ещё раз туда, я узнал, что американская страховка, если пациент два раза подряд пропускает гиену, которая включена в госгарантии, то есть, ну, не госгарантия, а страховку обычную, то ему медицинская страховка в течение этого года не выплачивается, понимаете? Два раза, если нарушено. Если два раза подряд не прошёл гиену, но это очень жёстко на самом деле. А учитывая американцев, которые каждый копейку считают, я приехал и сразу открыл гигиенический кабинет у себя, и мы видим на самом деле, кто вот пациента ходит, три, четыре, это вообще идеальная фактически ситуация полустиротового пациента. Я разговаривал тоже с одним нашим коллегой, и вот он говорит, что сейчас начинается вот эта эпоха, когда начнут те первые импланты, которые устанавливали когда-то, их нужно менять, а не существует протоколов, не существует методик устоявшихся, вот это так или нет, или это надуманная проблема? Ну, здесь есть показания. Вы знаете, мне когда доктор говорит о том, что я могу вот так сделать, и могу вот так делать, я спрашиваю себе доктора, а показания какие медицинские для этого? Вот точно так же и здесь. Имплантат иногда может быть большая атрофия, альвуэлярного отростка, но он стоит буквально в двух миллиметрах, но стабильно. Я не вижу этого смысла удалять. В другом моменте, если был убыкий карман, гны и течение, но опять есть методики, когда даже обычная генематомия, уменьшение карманов приводит к тому, что это стабилизируется, и десятилетия могут такие имплантаты стоять, не приводя пациенту к каким-то отрицаниям большим. Ну, единственное, скорее всего, придется или добавить, так сказать, вот это расстояние, чтобы не было большого, чтобы пища сильно не забивалась. Но, с другой стороны, я, ну, как бы не совсем сторонник. Хотя, если с точки зрения опять эпохи, он говорит, наверное, это да, это будет приходить. Даже с точки зрения того, что будут изготавливаться новые виды имплантатов, и тем более сейчас активно идет вот работа в направлении клеточных культур, когда, так сказать, все-таки мы придем к тому, что сможем выращивать определенные блоки конкретного даже человека для того, чтобы как бы закрывать большие дефекты, тогда это может так стоять вопрос, вот с этической точки зрения, если где-то произошла атрофия, вот в период службы имплантатов. А сейчас пока я в этом не вижу необходимости. Если нет клинических осложнений с точки зрения инфекции, то, в общем-то, имплантаты могут долго стоять, даже если атрофия, ну, то есть, произошли осложнения какие-то. Дизайн имплантата в пришедшую область должен быть цилиндром, обязательно. Вот. И второе, это то, что все-таки конструктивно надо выбирать, ну, не иммунизировать, во всяком случае. Количество имплантатов, ну, как минимум, там, 8, допустим, ну, не 4, тем более, если 2 еще. Я имею в виду, когда условно-съемный процесс может быть, а несъемный не может быть. Бывают ли случаи в вашей практике, когда вы отговариваете пациентов от имплантации? И почему это происходит? Вы знаете, бывает такое. Во-первых, бывает такое, когда нет совсем кости. У меня было, наверное, пациентов 5, которых я говорил, вы знаете, сделать съемный процесс, поносите. Если будет тяжело, поставим 2 имплантата, потому что даже вот 2 некуда было имплантата ставить. Ну, то есть, ну, кость как лезвие, знаете, вот, и на протяжении, допустим, там, 10-12 миллиметров. А убирать этот гребень, чтобы поставить глубже имплантата, это не совсем было бы правильно с клинической точки зрения, потому что не было бы прикреплено десны, там, движение было бы в области шейки имплантата слизи, соответственно, пищем набивалось, и были бы осложнения у пациента. И я отказывал в этом. Пару раз было у меня тогда, когда мы, ну, поверить в это сложно, но когда мы 2-3 раза делаем имплантацию, а он не приживается, причем только в одной зоне, у пациента стоит, допустим, там, 16 имплантатов, а в одной зоне не получается сделать. Я, естественно, говорю, слушайте, ну, давайте тогда мостом сделаем, мостик сделаем, потому что, ну... А с чем же это было связано? Ну, вот, на мой взгляд, это, в первую очередь, где-то очаг инфекции находится. Какие вы видите формы развития стоматологии, вот на что нужно нашим молодым коллегам обратить внимание, куда движется стоматология, вот что-то об этом можете сказать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что стоматология, она не двигается, а летит вперед, и это нас радует. Тройка. Во-вторых, нам нужно обязательно молодежи, чтобы максимально передавать и опыт, и, ну, во все века было всегда молодежи должна быть впереди. Ну, а что касается непосредственно развития, важно другое, чтобы доктор все-таки придерживался определенного протоколирования, хотя вот говорят, что протоколов нет, на самом деле они есть, и вот даже сайт старый откройте, там все протоколы практически есть в каждом направлении, чем, да, они многие не утверждены, но их уже можно придерживаться реально, потому что это, ну, люди делали профессиональные, я в том числе в этом участвовал, вот. Так вот вопрос в чем стоит, что форма развития стоматологии, она должна исходить изнутри, хочет человек или не хочет, а вот с точки зрения организационной, ну, как многие, наверное, с кабинетов все начинают. Если есть финансовая возможность, конечно, открывать клинику, а если нет финансовой возможности, большой, то кабинет, а если доктор работает просто в поликлинике, ну, надо радоваться жизни и выполнять качественно свою работу.